Пишем! Пишем! Видите, джигуда, да? У вас же моменты, сейчас Ато выделим. Что, натянули, да, выключили фирогисты все. Опять же, постоянное натяжение. Немножко ягодицы поджарим. Так, сейчас. Так, у нас длину, длину чуть-чуть. Ты поближе, да? В общем, у нас круговая тренировка. Друзья, сегодня у Виктора день рождения, поэтому все поздравляю Емелью. Так. 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 На вес, на вес, там, Иван, покажи. Это всем любителям больших весов. Ребят, максимальная концентрация и четкая техника выполнения движений. И никакого веса вам не нужно. Не надо будет там вычираться, прыгать около этого станка. Чтобы там добиться до этого... Ты понимаешь, что тренировка привычка у всех сразу сотку. Сразу. Ну да, ты не мужик, если сотку... Смотрите, видите, работа. Постоянное напряжение. Здесь всегда жесткое. Это очень важно. Ни ягодицы не работают, они не поднимают вес. С днем рождения. Игроножные. Спасибо, ребяточки. А мы качаемся. Да, да, да. Вот. А я бью хороший. Осталось купить реализацию сделать. Да, день рождения сегодня. Будет мне сегодня 28 лет. Блин, уже старее по чуть-чуть. Уровень тестостерона уже не тот. Просыпаюсь, рано. Ложусь. Вообще не ложусь. Я спать вообще чуть-чуть. В последнее время вообще не ложусь. Чи-чи-чи-чи-чи. О-о-о. Да, не нажимай высоко, да? Потому что на постоянном напряжении должно работать. Вот так. Вот. Еще разочек. Отлично. Супер. Давай еще один подход сделай. Давай. Топричный делай в этой пацанке. Статодинамика, спрашиваешь? Да. Это статодинамика в режиме натяжения. Немножко по-другому, скажем так. Это не классическая. Это динамическая нагрузка. Классическая статодинамика подоживает себе движение не только именно сверхмедленное, но и классическое настроение. Здесь чисто постоянно мышца напряжения. И мы ее уже работаем в режиме натяжения. Тетеншн называется так вообще. А так, конечно, это привет Таису Шакову. Это он меня домастырил. Очень интересно, понравилось мне работать так. Ну, так и есть ощущение другого плана. Именно ощущение работы. Вот это надо как бы ценить. Вот эти мышечные сокращения, они, блин, ничем не сравнимые ощущения, скажем так. И очень важный момент, что мы можем поработать над разными зонами. Можно как над внешней частью поработать, так и над внутренней. Вот мы сейчас больше как бы по двум зонам действуем. А на следующем станке мы с тобой один подход туда сделаем, один подход туда. Так, чтобы комплекс на работу показать, чтобы все будет хорошо. Что еще надо? Да. Так, не пейсяк. Самое главное – это хорошо комфортно, чтобы я немного вес могла поднять сейчас. По-моему, вы наберете большего стресса? И меньше. Так, если хотите оставаться красивыми, не качайтесь. А мы не хотим оставаться красивыми. Все говорят, зачем качаться девушке, да, ведь это некрасиво. Так не нужно качаться, и вы будете красивыми, а мы будем некрасивыми. Мы всего лишь на всего выступать, поэтому… Нет, просто момент такой, что каждый выбирает свой путь. Каждый выбирает свою красоту. И самое главное – никто не должен навязывать никому свое мнение. Самое главное – надо наслаждаться, ребят, жизнью. Кто-то хочет так выглядеть, кто-то хочет совершенно по-другому. Это как вегетарианцы. Что вы ведете, как вегетарианцы? Ну, не хотите вы есть мясо – не ешьте. Зачем надо навязывать абсолютно всем? То же самое – ну, не хочешь ты выглядеть так? Слушай, тебя заставляют. Ну, если ты хочешь так выглядеть, зачем ты должна поставить какие-то каноны красоты? Хочу, чтобы все были младкие. Все. Быстро идти за граем. Да, быстро надо мазаться. Мазимся. Мазимся этими специальными кремами. Нет у нас никаких правил. Мы свободные люди. Что хотим, то и делаем. И никто не вправе нас чего-то заставить. Всегда запомните это раз и навсегда. У вас есть задачи какие-то? Вот у меня были задачи, там, в том мере, было три сезона, было, вот скажем так, больше понять свой организм. Да. Ну, пришлось там и жирным походить и все остальное. Но у меня были такие задачи. У кого-то сисик нет, у кого-то... У кого-то сисик, у кого-то тоже. Да. У каждого есть свои задачи, которые он... Я решал совершенно другие. Я решал задачи, я занимался там бизнесом, я занимался своим здоровьем. У меня не было задачи формы, но сейчас там у меня другая задача. Сейчас да. Я немножко другие уже там, да? Главное их ставить в задачи. И самое главное двигаться куда-то, а не сидеть на жопе ровно и думать, о, вот как же он, интересно, там где-то миллиард заработал. Наверное, своровал. Главное, если он просто, наверное, двигался своей жопой. Всего лишь там, все. А надо вес побольше поставить. Да. Кстати, вот воды нам надо в Иерархе в таком силе больше отлить, потому что, видишь, не гликалитический путь, да, больше гликалитинфосфат. И ты как бы пить сильно не хочешь, даже, видите, мы не потеем абсолютно вообще никак. Потому что нет образования воды, да, под участием энергии. Момент такой, что запасы жидкости обязательно надо выполнять, потому что все равно они расходуются, они в клетку как раз насасываются. Тогда как раз в тренировке к концу будет такой наполненный, такой очень красивая форма. И самое главное, эти мышцы никуда не уходят, это мышцы наработанные. День рождения, успехов и побед. И весь момент такой, что, знаешь, вот когда гликалитический путь там, да, напампил, сначала круглый идешь, потом домой пришел, уже не такой. А процессы восстановления, да? Процессы восстановления прошли, все, как будто вообще не тренировался. Не гадать. Пойдем, да. Отильно, поработай в ноги сейчас. В одной. С днем рождения, всего классного тебе. Вес, конечно, чуть большой не надо, но... Пугаю людей, да? Своими ногами. Это хорошо. Давай, подержу. Давай, на свет, надо, на свет держу. Да, я устала, чуть-чуть. Самое главное здесь, кстати, свет офигенский вон там. Я вот знаю это место. Да. Есть в зале, плохой зал только один, в котором нет места, где можно сфотографироваться. В таких залах заниматься неприкольно. Ну, мы все-таки, как бы, знаете, все делаем, как бы... Так, Виктор, что у нас дальше? Так, ну, смотри, мы сделали 4 подхода, у нас получилось немножко больше. Мы сделали на этом, потому что мы их ощущение прочувствовали. Сейчас мы для большей концентрации поработаем по одной ноге. Начало правой, потом левой, в том же самом абсолютно режиме. Я могу сказать одно, это мой любимый станок для бицепси ведра. Я помню, не везде. Вот здесь очень хорошо выключается ягодица. И максимальная концентрация на одной целевой мышечной губе. Больше эффекта. Опять щеконожную, да? Что, в напряжении сделали? Я себе блины принесла. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А? Маленький вес. А-а-а. Закатай шорт, не видно, но нам нужно зрелище, хлеб и зрелище. Зрелище, на зрелище. От Васи Робчана тебя, снюхай. Вастяк, Вастяк, что там качаешься? Как он уехал в Германию? В Германию говорят, ты уехал или нет? Как ты относишься к бою Тихомировой дочи? А кто такие? Тихомировой дочи? Это бодибилдер? Нет. Тогда мы не знаем таких. Тогда мы не знаем. А ты думаешь, мне нормально сказали? Тихомиров, который тестерон подавал на выставке. Я думаю, я парень о этом знаю, помню, он еще в команду Ишанькина приходил. Тихомиров тоже хотел быть. Но он, мне кажется, чуть такой как бы, у него какая-то своя тема. Я думаю, что он не глупый парень. Так же, как и дочь абсолютно, я знаю, и дочь. Дочь я знаю. Дочь, которая здесь сеть магазинов у него. Да, да, да. Он гормоновый рост барыжил. Не знаю, сейчас барыжит, не барыжит. Но это ребята, которые с головой однозначно, потому что они деньги зарабатывают. А если деньги умеешь зарабатывать, значит, уже неплохой человек. Потому что, дядь, значит, как-то голова уже думает. По богу дай. Да, сначала с правой ноги начни, ты и вали, наоборот, сюда. Так вот, если они будут драться, я знаю, может, они в сфере влияния. У них может быть это, знаешь, как East Side, West Side. Я не знаю, что они там, может быть, не поделили. Ну, что-то не поделили. Нет. Нет, многовато. Подниму. Наговато. Вот, там лягушка просто. Офигеть. Да, да, не так просто, не так просто, кажется. Особенно на концентрации, особенно вот там жарки. Особенно когда ягодичного включаешь. А что они не поделили-то? Вы знаете там предыстории? Э-э-э, я, честно, предысторию даже и не помню. Я знаю, что у Вадима здесь магазин, без спортивного питания, ну не драться же из-за этого, уже не 90-е года, хотя, мне кажется, они так просто, шуточные, да, плавно, нет, конкретно готовятся, да, ну и какие ставки можно поставить на кого-нибудь, я, наверное, поставлю на Тихомира, он поздоровше будет так, с виду, ну, не здоровее я же делаю, ну ты сто процентов не здоровее, ну, разные лицевые категории, мне кажется, знаешь, когда уже более большая лицевая категория, он может там массой задавить, не знаю, ну, какие-то преимущества, наверное, есть, и у него взгляд такой бешеного пса, так что я на него ставлю, я, кстати, Вадима, так даже лично сам не знаю, говорит, в Германии супер, приходи во Франкту, покачаемся, чего? В Германии супер, во Франкту, выезжай, покачайтесь, ну, четко, обязательно, выезжай. Так же в течение 30 секунд мы делаем? Да, 30 секунд действия, ребят, 30 секунд действия, и очень важно, это постоянная-постоянная концентрация, тут видите, еще немножко экономика, все-таки забирает нагрузку, она обычно прыгает, попробуй, наоборот, ее поджать, ага, вот, видишь, выключилось движение, внешняя головка начала работать, не спеши, плавно, вот, видишь, первое ровковое движение, не нужно оно, это монотонная работа, фу, наверх, вот так, да, видишь, прошла жара, О, да, вот так вот, уже повеселее, да? Я была маской, но сегодня мазаться. Да как, без маски, без маски это не дело. Да загар не загар. Ну, ладка без маски, да что это такое? Вообще. Что за тренировка? О, отлично. О, устал, две камеры держать. Устал, конечно, две камеры. Руки качает тоже. Надо еще свой перископ, знаешь, втроить в зубах. Гоу-про касался перископа. Да, гоу-про, и еще этот, знаешь, вертолет, который летает, который, знаешь, снимает сверху. Кадрокоптер. Да, да, да. И не умею его подговорить. Ну, я тоже, хочешь, скажу, кабадрокоптер, бля. Это смешно. Это трясти начинает. А я не знаю, где. Как струна, как струна там. Кто-то здесь и поднимет стоит. Может, 1012-15. Ну, побольше здесь. Да? Тоже не знаю. Ну, зал нравится мне. Очень хороший зал. Зал старый, но один из самых лучших, который остается в Питере. Во-первых, оборудование очень много разнообразного. Он очень большой. Нету такого, как раздолбайского. И тут как-то, смотри, а ребята снимаются нормально. Посмотри, смотри. Посмотри, думаешь, блин. Красавчик. Все Паши. А это тренер тебя спрашивает? Ты тренер? Я? Нет, я не тренер. Давай. Вот тренер. Давай. Я его тренер. В любой ситуации, да? Непонятный. Вон, ты понимаешь, уже после последнего твоего приезда я уже на тебя насмотрелась. И вот Игорь все время так, давай быстренько фронталкивай. Я сразу, знаешь. И он мне научил, давай двойничок. У меня как что-то, теперь я сразу двойничок показываю. Блин, ну позинг вообще, это же одно из основ. Блин, ну никто не бил. Надо уметь. Вообще, позинг это одно. Понимаешь, у меня работа на новое леднее заднее, честно, отлично. У меня осталось боковую правую. Чуть-чуть я сжимаю зачем-то. Ну, вот над этим надо работать. У вас всего-таки 4 поза всего-ли с нами. Это намного легче, чем до всех поставить. Ну да. И еще чуть-чуть. Да, у тебя даже, видишь, немножко включается, да, икроножная. Ну, ты вообще поработаешь, ты сама, да, почувствуешь, я думаю, разницу. Девчонка опытная в этом плане. О, спокойнее. Чем Питер, вот мне очень нравится, чем Питер, вот мне ничего не нравится здесь. Все, я вообще, сам город меня раздражает, вот клянусь. Я не знаю почему, не очень, вообще ненавижу Питер. Но здесь есть люди, вот я обожаю здесь людей. Вот здесь люди совершенно другого характера. А, скажем, в нашей среде здесь вообще такая там, вот там вот, тут там райская такая атмосфера. Здесь вот люди как-то понимают больше этого, нежели чем в Москве. В Москве там каждый сам по себе. Да. Вот каждый сам по себе. Здесь вот так вот, они хоть бы и группками какими-то, но все равно у вас есть команды такие, знаешь, какой-то вот общий, знаешь, вот собраться там, посидеть, вот спокойно собраться, снять видео. В Москве, чтобы собрать кого-нибудь, это... А видео, чтобы снять, ты знаешь, договаривалась, что-то планирует. Здесь я вчера приехал, говорю, давай, ребят, снимем что-нибудь, бах, все сделаем. Ну классно, спокойно, с любым залом можно договориться на раз-два. Я говорю, я позвонил просто руководитель, говорю, можно, мы завтра пойдем, поснимаем видео. Блин, говорит, без проблем, мы твич-карту подай. Я говорю, я с удовольствием. Я говорю, когда в Питере бываю, буду у вас заниматься. Ну вот видите, как бы отношение, ну как бы, по сменам совершенно другое. Там я недавно просто, я, ну и встал в центре зал, с учетом переезда, и зашел, ну там не то, что просто никто, и мне то, что обидно, я не такой известный, там и остальное. Ну там даже не знают ни одного человека, я так понял, из фитнеса, и там... Характери, что они, они не знают никого. Что они там делают, откуда они вообще свалили с луны? Вот, офигеть. Гуджо!